Добрый вечер! В эфире Вести Магнитогорск. В студии Иван Погорелов. Коротко о главных новостях на сегодня. По горячим следам. Несколько преступлений произошло в Магнитогорске только за одну неделю. Все они раскрыты. Поймать убийцу за рулем и угонщика удалось сотрудникам вне ведомственной охраны. Знать не только по имени, но и привычки и традиции соседей. Сегодня в России впервые прошел большой этнографический диктант. Этнографический диктант содержит 30 вопросов на ответ и дается всего 45 минут. Букет в подарок. Преподаватели и студенты Магнитогорской консерватории готовят большой праздничный концерт «Цветы в музыке», посвященный Дню Учителя и Году Экологии. По заре, по расистой траве Два преступления по горячим следам раскрыли сотрудники вне ведомственной охраны в течение недели. О том, как удалось поймать убийцу за рулем и задержать угонщиков, наш корреспондент. Напомню, ДТП произошло здесь, на пешеходном переходе, напротив дома труда 12. Молодой человек на Ситроэне сбил 60-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. Но недалеко машину бросил на стоянки в нескольких метрах от ДТП и уже направлялся в полицию, чтобы написать заявление об угоне. Но привлек внимание сотрудников неведомственной охраны. Попросили документы, на что он ответил, что при нем документов нету. Спросили, что у него находится в карманах. В кармане брюк у него находились ключи от автомашины Ситроэн С4, которая была позже найдена напротив дома труда 12 на парковке с видимыми повреждениями. Еще одно преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вне ведомственной охраны в эти выходные. На пульт поступило сообщение, что на улице Пионерской угнан автомобиль Лада Приора. Удалось найти свидетеля. Который сообщил, что видел, как по советской стороне вокзала движется Лада Приора. За рулем находится нетрезвый водитель и совершает непонятные маневры. По адресу советская 70 данная автомашина была замечена и нами была остановлена. И были задержаны двое молодых граждан, которые находились в данном автомашине. На место была вызвана следственная оперативная группа. Добавлю, что с 1 октября вне ведомственная охрана стала подразделением Национальной гвардии. Обманывают не только пенсионеров. В Магнитогорске женщина-предприниматель перечислила неизвестным больше 10 тысяч рублей. Ей позвонил молодой человек, якобы из службы техподдержки платежных терминалов, и сообщил, что в торговом павильоне, который принадлежит бизнес-вумам, стоит неисправный аппарат. Злоумышленник попросил женщину провести тестирование за свой счет. Женщина взяла крупную сумму денежных средств разными купюрами. В дальнейшем злоумышленник уже диктовал, что делать. Она подошла к данному терминалу, и он ее стал убеждать, что нужно ввести купюру одного достоинства, потом другого. И в дальнейшем она тестировала данный терминал и лишилась денежных средств в размере 12 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции еще раз предупреждают горожан не производить манипуляции с платежными терминалами и банкоматами по просьбе посторонних лиц. Участились магнитогорские случаи мошенничества с материнским капиталом. Об этом говорят юристы. А вот в полиции данных нет. Сами пострадавшие не торопятся писать заявление. С начала года сотрудники отдела безопасности и противодействия коррупции выявили только три факта, причем в ходе оперативно-розыскной деятельности. Как не стать не только жертвой преступников, но и соучастником преступления, говорили на круглом столе в библиотеке Коршенинникова. В зале в основном женщины, которые готовятся стать мамой во второй и третий раз. А значит, они получат заветные сертификаты. Олеся Куликова – начальник лаборатории механических испытаний на МРК. Говорит, пришла по приглашению Центра материнства. Будущий капитал планируют вложить в ипотеку, но все же мошенников остерегается. Да, что-то много таких вот историй бывает. Везде какие-то непонятные объявления там об наличии мы что. Нет. Не хотелось бы попасть в такую ситуацию. Было очень много обращений пострадавших людей, на самом деле. И такая достаточно большая волна была эти несколько лет. Именно связанная с нецелевым использованием материнского капитала. И люди, как правило, которые хотят использовать его немножко в другом назначении, именно занимаются фактически обналичкой средств, достаточно часто страдают от действия мошенников. Многие из тех, кто попал на удочку мошенников, пытались обналичить мат-капитал. Этого категорически делать нельзя. Равно так же, как и продать сертификат. Если владелец документа соглашается принять участие в схемах нецелевого использования, он идет на преступление, а значит, может быть признан соучастником. Именно поэтому в правоохранительных органах нет ни одного заявления от обманутых женщин. Между тем, существует несколько схем обмана. Самое распространенное, когда женщина обращается к частному лицу с просьбой приобрести жилье. Сумма не очень большая и на приобретение, допустим, той же самой комнаты денежных средств не хватает. Ей предлагается взять целевой кредит, в дальнейшем приобретается жилье, но это лицо говорит, что вы собственником не являетесь, так как у вас же денежных средств не хватало. Соответственно, забираются все документы на приобретенное жилье. И в дальнейшем уже злоумышленники перепродают жилье, а, соответственно, наша молодая мамочка остается и без материнского капитала, и без приобретенного жилья. Сегодня размер выплаты мат-капитала 453 тысячи рублей. Его можно направить на улучшение жилищных условий, на образование детей, на формирование будущей пенсии мамы. А с этого года еще и потратить на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов. Можно получить единовременно 25 тысяч рублей из средств материнского семейного капитала. То есть, в том случае, если женщине требуются наличные деньги, на любые нужды, на потребительские нужды, на любые ваши нужды, вы не обязаны кому-либо объяснять. Вы можете прийти, написать заявление, получить 25 тысяч рублей сразу, либо частями. Напомню, срок программы продлен до конца 2018 года. Если материнский капитал использовать по назначению, то и мошенников остерегаться не нужно, подчеркнули участники круглого стола. Юлия Черешнева, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. На Южном Урале в рамках федеральной программы появилось новое медицинское учреждение. Напомню, по поручению Владимира Путина до конца этого года в России откроют 32 высокотехнологичных роддома. Челябинский перинатальный центр уже заработал. Его фундамент заложили в 2014 году. Построить объект пообещали в сжатые сроки. Каркас здания был готов летом 2015 года. Одновременно с отделочными работами закупали оборудование. В эксплуатацию корпус ввели 1 октября. В перинатальном центре 130 коек, 12 индивидуальных родовых залов и 3 операционных. Для работы подготовлено почти 90 специалистов. При больнице будет работать отделение репродуктивных технологий, в котором консультации смогут получать до 200 пациентов в день. Всего за три дня работы в больнице на свет появилось 18 малышей. Первых пациентов увидела Ульяна Зайкова. Сейчас в палатах 40 пациенток. Их перевезли сюда из старого здания перинатального центра. Первыми младенцами в новом стали девочки-двойняшки. Родиться им помог главный врач больницы Юрий Семенов. Несмотря на перенесенную операцию, кесарево сечение пациентки уже готовятся к выписке. Здесь будут принимать роды и у здоровых женщин. Но главная гордость медиков все-таки операционные для мам, у которых во время беременности были осложнения. И, наконец, самые передовые технологии предусмотрены для малышей. Например, новорожденные с экстремально низкой массой тела первые дни жизни проведут в кроватках-трансформерах. Система-трансформер предполагает доступ к пациенту с любой стороны. Например, если необходима какая-то операция. Поднимается крышка, сохраняется подача тепла. Ребенок удерживается в температурной определенной среде. Но доступ к нему со всех сторон. Чтобы попасть на работу в перинатальный центр, врачи прошли стажировку в Москве и Екатеринбурге. В следующем году эти специалисты будут готовы принять 65% новых жителей области, которые захотят появиться на свет преждевременно. Ульяна Зайкова, Вести Южный Урал. Деньги, собранные благодаря системе Платон, пойдут на строительство новых дорог. Сейчас в Росавтодоре выбирают, какие именно магистрали будут проложены в первую очередь. На Международном инвестформе в Сочи назвали пять претендентов на дорожные инвестиции. Среди них Магнитогорск. Речь идет о трассе Стерлитамак-Кага-Магнитогорск. Стоимость строительства 12 миллиардов рублей. А протяженность магистрали 170 километров. Это в полтора раза короче, чем нынешняя трасса. Однако в ближайшие 15 лет на новой автомобильной дороге будут определены платные участки. Средства, собранные за проезд по ним, пойдут в бюджет Башкирии. В борьбе за денежные трансферты участвуют также Хабаровские и Пермские края, Самарская и Новосибирская области. Окончательные решения о выделении денег от Платона на дорожные проекты планируют принять до конца года. Народов много, страна одна. Под таким девизом в России сегодня прошел первый большой этнографический диктант. Проверить свои знания культуры и традиции разных народов могли все желающие от 15 лет, которые владеют русским языком. Одним глазком в этнографический тест заглянула Анастасия Ишменева. Фактически это не диктант, а тестирование. 30 вопросов с вариантами ответов на то, чтобы поставить галочки 45 минут. В Магнитогорске была только одна площадка для проверки этнографических знаний на базе МГТУ в Челябинске 5. Но гуманитария технического университета надеется, что мероприятие станет ежегодным как тотальный диктант. По значимости вот этого мероприятия, я считаю, что оно, конечно, не уступает большому орфографическому диктанту, а может быть в патриотическом плане, в воспитательном плане в нашей стране, объединяющему, наверное, даже его превосходит. В аудитории в основном студенты, хотя к тестированию допускались все желающие, знающие русский язык и старше 15 лет, решились написать этнографический диктант историки, педагоги и будущие работники туристической сферы. Так как моя специальность связана с туризмом, я должна знать о народах России, о своей родине, об их культуре, о традициях. На сайте Большого этнографического диктанта желающие могли пройти небольшой предварительный тест, проверили себя и преподаватели. Мы с вами живем в стране, которая называется Россия, и страна эта очень многонациональная или полиэтничная. Как в одной известной песенке было спето, что это большая коммунальная квартира, а соседям по коммуналке нужно знать не только по именам, но еще и знать их привычки. На столах любителей этнографии только листы самоконтроля, чтобы проверить свои ответы позже. Тесты и ручка, телефоны под запретом, как на ЕГЭ, но многим подсказки и не понадобились. Я географией и народоведением уже занимаюсь для себя уже 10 лет. Для меня многие вопросы кажутся не самыми сложными, а многие, скажем так, ввиду того, что я им недолго не занимался, могут казаться уже несколько, скажем так, уже подзабытыми. Максимальная сумма, которую можно набрать, 100 баллов. Результаты этнографического диктанта будут известны через месяц, День народного единства, 4 ноября. Анастасия Яшминева, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Фестиваль будет ярким, а церемония закрытия просто грандиозной. Напомню, сейчас в Магнитогорске проходит областной смотр-конкурс профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2016». На трех цинических площадках Драматического театра, Театра куклы и актера «Буратино» и оперы-балета покажут свои шедевры 14 коллективов региона. Конкурс продлится до 15 октября. Именно в этот день состоится церемония закрытия. Готовятся к ней заранее. Конечно, мы будем претендовать на церемонию в стиле «Оскар». У нас будет необыкновенно интересная и красивая встреча всех гостей, которые себя почувствуют звездами. Напомню, фестиваль проходит в два этапа. Сейчас на сцене детские постановки. 9 октября стартует второй этап. Будут представлены спектакли для взрослых. Особенный подарок всем педагогам решили сделать в Магнитогорской государственной консерватории. Преподаватели и студенты готовят большой праздничный концерт «Цветы в музыке», посвященный Дню Учителя и Году экологии. На сцене прозвучат любимые классические произведения в исполнении лауреатов международных конкурсов. Нестареющая классика, пропитанная цветочным ароматом. О цветах написано немало песен, стихов, романцев. Студенты и преподаватели к созданию концертной программы подошли с душой. Лучший подарок учителю – это цветы. Цветы – это чувства. И нам бы очень хотелось подарить букет такой духовной прекрасной музыки, в названии которой есть «Цветы», чтобы услышать, как свои мысли, эмоции выражали великие композиторы – Чайковский, Стравинский, Рахмарин, Афаренский, Шуман и многие-многие другие. Порадуют зрителей вокалисты, учащиеся хореографического училища и другие исполнители. Мы решили этот концерт сделать таким цветочным, ярким, радостным, чтобы он действительно источал аромат этого настроения, пусть не осеннего, а наоборот весеннего, чтобы мы вошли в зиму, в эту осень совершенно с другими настроениями. При этом каждое выступление будет сопровождать видеопрезентация на цветочную тему. Любители таких романцев и просто ценителей прекрасного ждут в Большом зале консерватории 5 октября в 18.30. Игорь Болонин, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Пятого октября синоптики обещают. В Фершемпенуазе ночью 10, днем 17 градусов тепла. В Кизильском воздух прогреется ночью до плюс 11, днем до плюс 19. В Верхнеуральске ожидается ночью до плюс 9, днем до плюс 17 градусов. В Магнитогорске без осадков ночью 9, днем 17-19 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин